Уважаемый президент, добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен клиническим наблюдениям применения рамосурумаба в рамках расширенного доступа. Мы участвовали в этой программе. Я вот в продолжение предыдущего доклада хочу показать слайд о том, насколько неэффективна у этих пациентов вторая линия химиотерапии. Мы все знаем, что наиболее эффективное лечение надо пациенту давать в первую линию. Это максимальный выигрыш выживаемости. Все режимы во второй линии, они примерно одинаково равны эффективно, неэффективны. Я здесь специально не включила симптоматическую терапию наилучшую, но она во всех исследованиях примерно около 4 месяцев, а выигрыш на химиотерапии порядка 5 месяцев. То есть, в принципе, решение клиническое назначать или не назначать вторую линию химиотерапии перед клиническим онкологом, оно стоит довольно всегда и краеугольным камнем. Поэтому я включила вопрос для аудитории. Какова перспектива, на ваш взгляд, назначения второй линии пациентов с диссеминированным раком желудка? Она призрачная, потому что результаты неудовлетворительные. Вы не назначаете вторую линию. Она сомнительная, вы назначаете ее препаратами таблетированными. И она довольно оптимистична. Вы считаете, что пациент должен получать все активные препараты, вы назначаете самые эффективные лекарства во втором режиме лечения рака желудка. Но вот можно тогда спросить у вас, сделать такой выбор. О, какие оптимисты, посмотрите. Ну, после убедительного доклада, видимо... Молодых докторов, наверное, много. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, наверное, все позиции, они равноправны. Мы должны учитывать, конечно, статус эко, куборобидность пациента и ожидаемую пользу клиническую. Ну, вот наши клинические случаи в рамках лечения рамоцирумабом. Нам удалось в рамках расширенного доступа по исследованию, по изучению экзитивности рамоцирумаба включить 23 пациента. Это было 12 женщин на 11 мужчин. Длительность терапии на вторую линию наших пациентов составила от 2 до 16 месяцев с медианой в 6. Два пациента живы на настоящее время. Они, безусловно, уже получили там многие третью, четвертую линию химиотерапии. Мы такие вот оптимисты. И выживаемость этих пациентов составила 45 и 22 месяца на сегодняшний день на момент доклада. Мы в ходе исследования познакомились с профилем токсичности препарата. И могу так смело сказать, что он, в принципе, очень удовлетворительный. И артериальная гипертензия, которая встречалась, она носила хорошо контролируемый характер. У нас были такие редкие нежелательные явления, как сыпь. У одного пациента гемангиома красной каймы губы возникла. Ну вот связана она, не связана, не знаю, но тем не менее мы ее упоминаем. Ну и общая выживаемость пациентов у нас была, колебалась от 9 до 45 месяцев, с медианой в 19 месяцев. Ну и первый пациент, которого я представляю, это пациент мужчины 68 лет, который на момент диагностики заболевания имел схожие жалобы, как у большинства пациентов раком желудка. Это снижение прогрессирующей массы тела, это боли в эпигастрии. У него был для 68-летнего мужчины вполне, извините, ожидаемый набор сопутствующей патологии, и артериальная гипертензия, и шимическая болезнь сердца, и гиперплазия пристательной железы, и сердечная недостаточность. На гастроскопии мы увидели опухоль стенки тела желудка. Конечно, безусловно, диагноз был подтвержден иммуногистохимически. Это низкодифференцированная данная карцинома, хердванию статуса отрицательных, 67-30%. По данным компьютерной томографии у пациента имелись неубедительные очаги в легких, довольно выраженное утолщение стенки желудка до 33 мм, и, как это часто бывает у наших пациентов, множественные белобарные метастазы в печени, довольно больших размеров, до 6 см. Мы исключили у пациента другие опухоли, когда, учитывая, что я упомянула уже о предстательной железе, мы исключили у него колоректальный рак, потому что было утолщение, я уже показала на снимке, сегмовидной кишки, ему выполнена колоноскопия, биопсия предстательной железы. И после того, как был установлен диагноз рак желудка с метастазами в печени, в качестве первой линии химиотерапии ему был выбран режим ФОУФОКС. Он прошел всего 6 циклов из-за выраженной нарастающей полинеэропатии периферической. И хотя это не является стандартом, но ему назначена была терапия капсистабином в поддерживающем режиме. Ну, вот такой был клинический выбор лечащего врача. Пациент находился в стабилизации до сентября 2016 года, но, к сожалению, как все хорошее всегда заканчивается. По данным контрольного обследования у него выявлено прогрессирование заболевания в виде появления новых очагов в печени, появление лимфоузлов в обречной полости. Его статус ЭКОКС сохранялся удовлетворительным один, и мы посчитали возможным включить его в программу по клетокселусу рамосурумабам. На фоне лечения у пациента было отмечено Единственное нежелательное явление – это такое периодическое носовое кровотечение. В декабре при первой оценке мы увидели частичный ответ опухоли в виде регресса имеющихся таргетных очагов на 30%. При исследовании первичной опухоли мы также увидели значительный регресс у пациента и в опухоли желудка. Из-за осложнений были не только осложнения рамосурумаба, но, безусловно, были осложнения и химиотерапии, которую мы также контролировали. И пациент у нас очень активно вел жизнь, поскольку вы все знаете, что режим рамосурумаба с клетокселумом – это режим амбулаторный. Пациент приходит на 1, 8, 15 день. Он у нас проводит только несколько часов в клинике, поэтому он продолжал руководить крупной кафедрой, продолжал активно очень преподавательскую работу. То ни в коем случае проводимое лечение не мешало ему в его рутинной жизни. И на данных компьютерной томографии, которую я представляла, мы его наблюдали в течение более чем года. И вот этот очистичный ответ, который нам удалось достичь при первом обследовании, он сохранялся практически год у пациента на лечении рамосурумаба вместе с поклетокселом. Но, к сожалению, в контрольном обследовании в ноябре 19-го года мы увидели прогрессирование у пациента, развился неконтролируемый осцит. Он завершил лечение рамосурумабом, но, тем не менее, временно терапию рамосурумабом у него составило 13 месяцев, что, на самом деле, на мой взгляд, очень хорошая эффективность лечения. А общая выживаемость составила 38 месяцев. Это тоже значительно выше тех цифр, которых мы знаем в статистике у пациентов. Вторая молодая пациентка 46 лет, которая также обратилась в связи с дискомфортом в эпигастрии, у него выявлен рак желудка. Вы видите, да, поскольку пациентка была очень заинтересована, ей иммуногистохимически определены все маркеры, которые можно определить, и HER2, и BRK, и PDL, и VGF статус был определён. Извините, ей выполнена была, поскольку она была на компьютерной томографии отдалённых метастазов лапароскопии, был гистологически подтверждён перитениальный карциноматоз. И первую линию ей проводили в режиме FLOT. Это один из самых эффективных режимов, который мы сейчас используем при раке желудка. Она получила 11 циклов, но по данным контрольных обследований выявлено прогрессирование заболевания. Вы видите, да, на компьютерной томографии, что такое выраженное утолщение стенки желудка, диффузная опухоль, просекрически стенозирующая желудок. Ну и куксатус пациентке молодой, 46 лет, сохранялся и кук-1. И мы тоже начали ей терапию рамоцирумаба вместе с поклитокселом в стандартном режиме. И за период с сентября по июнь 2017 года она получала лечение в рамках дневного стационара. Вы видите, данные компьютерной томографии и ее представлены срок с ноября по июль месяц. У пациентки не отличалось никакого клинического прогрессирования, не было осыта, она хорошо переносила терапию. У нее, в отличие от предыдущего пациента, наилучшим ответом была стабилизация, поскольку был нетаргетный очаг, и карциноматоз оценить у пациентов очень сложно. Из нежелательных явлений тоже было такое клинически незначимое носовое кровотечение. Но, к сожалению, тоже в ноябре месяце мы выявили прогрессирование с нарастанием дисфагии у пациентки. Но временно на рамуцерумабе у нее составило 16 месяцев, а общая выживаемость пациентки 28 месяцев. Эта молодая женщина тоже была молодой мамой, на самом деле, с двумя детьми, один из которых был младшим школьником. И это тоже очень важно, да, сохранить пациенту его функциональную активность, его семейную активность, социальную значимость. Ну вот я вернусь, да, мы, конечно, показываем эффективные случаи, мы показываем успешные случаи, да, у одного пациента 16 месяцев, у другого пациента 13 месяцев. Но у нас есть регистрационные вот два исследования, которые уже доложены, да, где вот такой вот бенефит в общей выживаемости и во времени прогрессирования, он, да, статистически значим, но клинически вроде как неубедителен, да, для любого доктора. Вот мы имели возможность поучаствовать в программе, мы знаем, что у некоторых пациентов он очень эффективен. Те доктора, которые не имели возможности поучаствовать в этой программе, наверное, они ориентируются на данные регистрационных исследований. Ну и поэтому завершающий вопрос, он у меня такой, что удовлетворяет ли вас результаты этих исследований, да, если бы вот вы не были знакомы с нашими вот эффективными такими клиническими случаями, назначили бы ли вы во второй линии пациенту Рома Сурума, хотя он есть в стандартах, он введен в стандарты русско, безусловно, мы его должны и можем назначать. Но вот предлагается такой выбор, что нет разницы неубедительной два месяца всего выживаемость пациентов. Да, вы будете использовать, поскольку он есть в стандартах, и вы должны в своих рекомендациях действовать предложенными рекомендациями, и затрудняетесь ответить, да, вот в эти поданализы, которые уже до меня показаны были, что только у тех пациентов, у которых есть какой-то предиктор ответа, только такому пациенту вы посчитаете нужным назначить во второй линии Рома Сурума. Ну, наверное, да, ожидаемый ответ, что мы все-таки, наверное, должны выбирать пациента для этой терапии. У нас есть сейчас уже данные под анализом. Может быть, действительно, руководствуясь этими характеристиками пациентов, мы сможем выбрать эффективное лечение для каждого персонального пациента. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.